Офигеть, ребят! И снова балл команде Декстер! Ну что, Майк? Плаки-плаки! Сасаки! Команда лысых побеждает! Команда Декстеров побеждает! Ладно, друзья, кто-то из вас точно не лысый, но прическу мою можно повторять и нужно. И, конечно же, нужно ставить лайк под этот ролик, потому что Майк злится очень сильно! Он и сейчас, вы даже не представляете, он там скид просто плачет! Он думал, что он победил, но он сейчас плачет! Ребята, напоминаю про нашу таблицу. 60 тысяч лайков собираем очко мне, не собираем очко Майку. Приз 2 миллиона рублей, мы поспорили, забились с Майком, просто вот так вот забились, просто поспорили. Я очень хочу выиграть, очень хочу победить. Но я не понимаю, неужели все настолько не поддерживают меня, что никто даже не задумывается о том, что... Посмотрите, сколько у Егора просмотров! Для него 2 миллиона это просто птыщ! А для меня 2 миллиона! Я смогу купить себе новые очки Прада, новые кроссовки Гуччи, новый образ Диона! Это очень-очень-очень сильно важно! Ребята, ну давайте, давайте разожжем, разожжем наш огонь! И сейчас специально в следующем ролике покажем Егору, что он может... Вот не все, он в выигрышном положении, он может вот не все, что угодно требовать подписчиков! Давайте покажем ему, что хоть один раз, один видос чисто поражем поддержку мне! И сейчас напишем вот много-много комментариев, каждый может оставлять как можно больше комментариев! Оставляйте хоть по 2, по 3, по 10 комментариев! И если будет комментариев больше, чем лайк в следующем ролике, тогда значит, я в следующий раз выигрываю! И еще я буду скидывать по 500 рублей за самые лучшие комментарии 10 людям! Капец, привет, мы с вами команда, лайк в этот ролик, втыкаем! Ну а ситуация сегодня очень интересная! Мой любимый дуэт, Виталик и Эрик, прислали мне недавно видео с очень интересным вообще происходящим на районе! Как выяснилось, пострадала одна бабушка, и Эрик с Виталиком не смогли пройти мимо! Вы помните, какие это были хулиганы несколько лет назад? Год или два назад, когда они у моей бывшей девушки разорвали пакет, облили ее молоком! И что с ними стало за 2 года? Они помогают бабушкам! Просто, и на это же собирают просмотры! Красавчики! Добрые дела, друзья, в ТОП! Короче, ребят, мы сейчас с Виталиком в парке находимся, в Ногинске, вот! И видим уже минут 15, как наблюдаем за женщиной, которая там сидит, чтобы не плачет реально, что-то случилось с ней! Пойдем, подойдем к ней! Пойдем, да, поинтересуемся Васильевичу, что произошло! Типа, она сидит там, чтобы не плачет! Потому что, ребят, мы уже сколько гуляем, да, типа почти с самого утра мы вышли гулять в парк именно! И просто мы, наверное, минут 15-20, короче, просто стояли на месте, смотрели то, что бабушка сидит просто одна, да, и типа вообще без настроения, чуть ли не плачет! И мы решили, короче, все ли, кому сейчас включить камеру, вообще вот это все заснять, это можно сказать, что экстренное включение! Решили подойти к ней и узнать вообще, типа, что произошло, может, чем-то надо помочь, что-то, ну, такое, очень серьезное случилось! Давай тогда сейчас подойдем к ней, спросим вообще! Что ты делаешь, это мы уже минут 15 с вами наблюдаем, это, видим вот это круто! Хочу сказать вам, ребята, посмотрите, что с моей кормушкой сделали! С корейщик, типа? Ну да, сделала птичка, кормить им, чтобы они не были голодные, и так же вымирают, города их выживают, кормила их! Самой вот дома попугайчики есть, целых два попугайчика, они, смотрите, что сделали! А кто это сделал? Ну, ребятня какая-нибудь малолетняя, кто еще может сделать? Кто у нас? Реально, смотри, порезали его! Им заняться-то нечем, заняться, чем им заняться? Вот хулиганят, бегают! Сейчас секундочку, внимание, вчера я под впечатлением написал прекрасное стихотворение, я хочу, чтобы вы его оценили. Ребят, пожалуйста, сейчас вот просто послушайте мое стихотворение. Помни, друг, как дважды два, хасл с телефона, а Радмир с компа. Вечером ты сел в хасл поиграть, не забудь и друга в пати ты позвать. Если промик ввел, значит, не дурак. Семь часов сыграешь и бегом бабки получать. Я спрошу еще раз, где идет игра? Хасл с телефона, а Радмир с компа. Все подписчики мне хором, разом говорят, переходи по ссылке на 14-й сервак. Друзья, это произведение я написал сам. Даже Пушкин позавидовал бы мне, потому что все мои подписчики играют в Хасл и в Радмир. Скачивают его по ссылке в описании, и пока смотрят ролик, он у них докачивается. И когда ролик они досматривают, просто подарок, что приложение уже скачано и даже ждать не надо. Друзья, я вас всех жду. Как и обещал, скоро будет масштабная сходка всех моих подписчиков, которые все попадут ко мне на мой основной канал и на мой канал Декстер Играет. Друзья, обожаю вас, обожаете вы меня. Играем в Хасл день ото дня. Какой же я обалденный поэт. Друзья, ссылка в описании. Пока смотришь ролик, поставь на скачивание. Все. Сказал. Так первый раз случилось? Да нет, это не первый раз. На землю бросать эти семечки, эти пшенок, эту еду. На землю бросать, там заторчат, и не заедут. Ну, с земли-то все тоже не пособирают. Как свиньям набросать? Давайте мы вам новую скворечную сделаем. Да, хотите, мы вам поможем? Прям сейчас сходим до магазина. Сходим до магазина, там купим молоко в коробке. Да, сделаем вам новую скворечную, потом посмотрим вообще, будет пиломатериня. Мы можем просто обменяться с вами номерами. Давайте мы сейчас скворечник сделаем. Ну, давайте. Сделаем мы с другом моим. Вот меня Эрик зовут, его Виталий. Мы вот, мы сделаем скворечник. Где он у вас вообще висит? Вот висел, точнее. Да я уже вот на одном месте вешала, на другом месте вешала. Ну вот, если вы тут сидите... Да в любом месте, где хотите. Ну давайте вот так делаем. Мне не принципиально, мне-то что? Мы тогда вот сюда повесим, посредим, кто там вообще делает. Если мы кого-то увидим, то что кто-то что-то ломает, то мы вам потом, если что, обязательно скажем это, если что, вам поможем. Мы позвоним вам. А дальше, мы вам, ладно, к вам приведем его, а дальше решайте сами. Посмотрю, что за хулиган, у кого так руки чешутся, кому мешает скворечник для птички, ну что это, это, я не знаю, как сказать, даже слов нет. Ну что там, ну как может мешать какой-то скворечник, ну висит он и висит. Давайте мы тогда веревочку соберем, чтобы... Да, 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 заберем. Да если что, мы купим, Эрик, новую. Да и берите, берите, берите. Да, все равно сон. Берите, берите, все равно это скворечник, это уже все, не нужно. Все, тогда сейчас у вас Эрик возьмет, это, номер телефона? Да, хорошо, хорошо. Вот, и мы вам поможем обязательно. Ой, хорошо. Эрик, возьми тогда номер, вот и сходим туда сейчас до магазина купим. Блин, ребят, конечно, вообще, я не понимаю, вот кому реально так надо было сделать, да, типа какой молодежи это вообще помешало, что просто бабушка, вот, считайте, любит птичек, да, вот решил просто повесить кормушку, вот, и... Что просто, типа, птичкам было хорошо, да, чтобы они питались так же, вот. А какая-то молодежь просто пошла, типа, и сломала, вот, скворечник, да, вот, ну, для чего вы это делаете вообще? Мне кажется, наоборот, надо как-то тоже помогать природе, вот, заботиться, там, о животных, да, о птичках. Возьмите тоже лучше, сделайте, типа, скворечник, да, повесьте, типа, насыпьте туда, блин, не знаю, семечек какой-нибудь крупы, чтобы птички тоже кушали, да? А вот, прикинь, если бы повесил бы какой-нибудь мужик здоровый, да, и сидел бы, смотрел за этим, они же, если бы пришли бы, потом получили бы, они просто не понимают, что может быть им потом, они не думают о последствиях после этого. Ну да, им же это, типа, все весело, то, что вот, они взяли, сломали, да, типа, чужое, вот, и все бы, наоборот, бы взяли бы и лучше сами бы им повесили. Может, туда корму подкинули бы или еще что-нибудь, я не знаю. Вот именно, что, пойдем тогда до магазина, тут, кстати, вроде с парком, да, в магнит же есть. Тут же рядом, вон там, смотри, прилавки какие-то, просто... Ну, в прилавках нет, вряд ли. Пойдем, тут же рядом, недалеко магнит прям есть. Вот такая, друзья, ерунда произошла. Бабуля делает добро, делает скворечники, вешает, тратит свои силы, деньги. Видно, что это ей не просто дается, и поэтому, уничтожая ее скворечники, это для нее плевок в душу, в самое сердце. Пацаны вообще молодцы, что замечаете такое. Увидели, что с бабушкой что-то не то, и сейчас бы каждый прошел мимо, каждый прошел бы мимо чьей-то беды, но не вы. В общем, ребята решили поймать поличным виновников. Сделали скворечник с собственными руками, пошли его, точнее, делать, чтобы повесить и дожидаться этих вандалов. Нашли молоко, это уже победу, понимаешь? Нет, давай не это, давай именно пакет возьмем. Ну все, пойдем, я туда плачу его. Ну вот, смотри, в принципе, вот тут вот, где прям цифра 3, 2, короче, вырежем вот так донышко сейчас, вот так положим все. Вот так вот вырезать, типа донышко с двух сторон. А вот тут проделать дырки, короче, да, и проделаем веревку туда, поденем. Ну нормально, не считай-то на кашу, сейчас я плачу, короче. Блин, конечно, просто так его тоже выливать не хочется, но были бы какие-нибудь рядом, конечно, каш пили в собаке, можно просто выливать. Девочки, надо молоко? Девочки, молоко хотите попить? Ладно, да. Мне реально попить просто надо. Ну, а это был челлендж Литвина, 50 тысяч. Давай, просто открываешь и бахнешь там, да? Давай, прям сейчас просто фул молоко вливаешь. Все, я вряд ли выделю, надо вот это. Тоже типа отмазки пошли? Я могу с тобой на спор просто взять и... С тобой спорить, себя не уважать. На интерес? Да, просто так, на интерес. На пинка давай под зад, давай. Фул, прям сейчас вот фул. Да, вот по дороге, пока идем, я его весь упиваю. Дай это, да, открою. Девочки, хотите молока попить? Молоко? Что, готов? Давай. Что, что? Что, уже все, Даня идет? Да ты не выпьешь, дурак, это литр. Литр не выпьешь. Что, поголил? Да. Куда? На суп. Ох. Раги выпивал туда. Ну, какой еще дебил будет по дороге к парку стоять, пить литровое молоко? Виталя. Ну, что? Что, я по силу выпил, да? А, дай. Что, дурак там еще половину тостит? Что, слышь? Кефиль-то остался. Все. Еще. Что, просто ворем, нигде надо. Мы руки не жали. Да мне все равно слышно течет, как сексу отыграть. Все, я тебе сказал, мы руки не жали. Не, давай. Ты что, тут на видосы сказал? Ладно, давай. Ладно, погоди, дядь, я тебе поставлю тут в дурак. Все. Давай, кто вот так? Подожди, эээ, да не пинай, это наш этот. Давай. Все, пошли в скворечнике. Блин, ребят, выпил литр молока, мне очень сейчас плохо встал, чтобы после этого молока я очень сильно напился. У меня живот сейчас полный, я и вообще идти сейчас не могу. Всего лишь литр молока, а что это пол? Я был, хватит ронять наш скворечник. Да прям тут тормозни, да, вот так вот, давай просто делаем его. Ты что, прям это, мастер что ли скворечники делать? Ага, я в 7 лет тут делаю. Блин, слушай, а мы что-то забыли про эту, про крупу. Что будем делать? Да ладно, что, мы все равно ловим, мы же не собираемся сейчас птиц кормим. Давай побыстрее, что ты как мямля, блин. Давай я порежу быстрее сделаю, а? Почти даже, блин, только один Андрец сделал и все одно. Да, режешь ты, конечно, так все. Когда уберешь из своей привычки, вот это блюм-блюм-блюм-блюм. Блюм-блюм. Не, ну реально, смотри, как ты криво режешь. Мастер из тебя, конечно, вообще. Слышь, закройся, а? Сам закройся. На, выкинешь потом, тоже, понял? Ты вообще ошален? Реально ты ошален? Эрик просто в последнее время стал очень много болтать, вот. Чего не нужно вообще. И ему это просто сходит с рук. Но скоро не сойдет, да, видимо, да? На, выкинь, да. Совсем кофта новая. Обнаглел совсем. Обнаглел совсем. Ну что, надо, как ты, матом шпарить. Я матом не шпарю, ты просто реально бесишься. Ты можешь гореть без этого? Блэм-блэм. Блэм-блэм. Смотрю, у меня там телефон был. Твой. Вон, ветка есть, смотри. Я вижу. Жесть, да? Ага, что ли? Нормально повесил только. Видно его? Ну, в принципе, для видео, да? Ты хоть вырезал нормально? Нормально, красавчик. Смотри, вот ты, тупой школьник. Да? Вот ты идешь, ты видишь, что ты сквалишь? Ну, я увижу, в принципе. Ну, значит, увидят они. Все, пойдем туда, сядем где-нибудь. И если... Пойдем тогда, да, где-нибудь присядем. Если что-то будет, уже, если что, это включим камеру. Блин, болин, как говорит Виталик. На самом деле, очень интересно было наблюдать за пацанами. Дуэт у них шикарнейший получился. Идут подкалывать друг другу, веселяться. Пиши в комментах, если хочешь, чтобы пацаны чаще появлялись на канале Декса. Ставь лайк, если тоже бесит. Болин, болин от Виталика. Пиши коммент, если Виталик с Эриком красавчики, что решили помочь бабушке. Пацаны повесили скворечник и просто принялись ждать. Ждать пришлось достаточно долго. И они решили то, что если не получится сегодня, то получится наверняка завтра. Но, к счастью, завтра ждать даже и не пришлось, друзья. Стой. Снимай. Видно? Бля, засори. Ты прикинь, наш скворечник снес опять. Бля, что, бежим? Пойдем. Бля, слышь, да, он не сделает. Бля, побежали за ним, бля. Беги, беги, беги за ним, бля. Смотри, один драм подолгать, я за ним не побегу, вот за ним. Чего мы вырыли? Смотри, бежит. Как, а? Стой, бля. Стой, сука. Эрик, я тут. Чего дамку сделаешь, а? Что, два даму, что ли? Я тебе колени переб... Чего я сделал, бля? Чего я сделал, нахуй? Скворечник показать, сука, нахуй, бля. Чего я сделал? Вы что делаете, я тебя спрашиваю. Чего два, на, давай. Сейчас. Я с тобой сейчас один разговариваю. Ты чё побежал-то от нас, а? Вы зачем скворечники ломаете, а? Я тебе сейчас, повторяю, я тебе сейчас прям... Зачем скворечники ломаете? Друзья, ты по-хорошему не понимаешь, или чё? Ты по-хорошему не понимаешь, или чё я тебя спрашиваю? Сейчас молчи. Стань на... Ты понимаешь то, что мы этот скворечник сейчас специально повесили? А я его не ломал. А кто ломал? У нас видеозапись есть. Да я не ломал. Ну ладно, это всё снимаем. Слушай, Эрик. Слушай, давай я его отведу, а? Не надо отводить. Давай позвоним сейчас той бабушке. Мы позвоним бабушке, которую вы нахуй уже второй раз ломаетесь, парень. Вот пойдём мы тут на лавочку просто с ним сядем. Слушай, он видишь? Машина стоит. Ментов скажешь? Да. Хочешь прям туда эти шаги отправить? Мужчё реально ментам его просто отвезти. Не. Пойдём просто, короче, на лавочку сейчас сядем, позвоним сейчас этой бабушке. Пойдём, пойдём. Турин, Эрик, я упал. Я, кажется, ногу эту подвернул. Очень жёстко болит. Веди вот туда на лавочку, короче, сейчас позвоним туда бабушке этой. Подожди, нет, другой страшный. Да ни очку не повяжут. Это же не наше, это вот они ворми, да? Давно я так не бегала, ты чё? Реально, сейчас приведём эту бабушку, короче, ну дождёмся. Будем уже с ней разбираться, потому что вы их в скворечнике ломали. Вот эта бабушка, она специально вешала в скворечнике, чтобы просто накормить птиц, да? А вы их в наглую просто берёте и ломаете. Зачем это делать? Ты такой тупой, вы не понимаете, что может быть за это. Вы не думаете о последствиях, ноги. Ребята, это просто... А если вот сейчас выловили, не мы бы тебя, просто мужики какие-нибудь здоровые, ты понимаешь, что бы с тобой было? Это меня ещё Виталик успокоил, я бы тебя прям тут битым, снёс бы башню. Да, а он может, кстати. Ирик, посними, я ногу поснись. Не впервые так, братки. Ты смотри, чтобы он не убежал. Сюда встань, говорю. Ну просто посмотрите на него, ребят. Каким тупым можно быть, а? Очкарик. Я не ломался, конечно. Кому он... Кому ты чешешь, слышишь? Я даже говорю, что ты не ломал, ломали твои друзья, да? А чё твои друзья тебя кинули-то? Чё, мы видели, как тебя один оттолкнул просто? Скинул биту, убежал. Чё? Понимаешь теперь, какие у тебя друзья? Которые просто убежали. А и поймали бы вас другие менты, поймали бы. Я тебе отвечаю, твои вот эти ж пацаны, которые с тобой там бегали. Они бы тебя сам в первую очередь стали бы. Я это серьёзно говорю. Бегло сбилось. Давно не бегал. Да я видел, ты сам аж упал. Чё ты вообще, в чём ты ходишь? Слышь, очкарик? Я тебя ещё раз спрашиваю, ты что, вообще ты дурак? А что? Ну что такое? Что такое? Поставь на это место бабушку твою. Твою бабушку, если поставить на её место. Если она вешает, поесть скворечники, придут такие же дауны, как ты и твои друзья. И будут их ломать, понравится? Нет. Пойдём, короче. Нет? А чё бы ты сделал, я тебе это ей сделали? Чё бы ты сделал? Ты заступился бы с бабушкой свою? Да. Да? Мне кажется, у тебя смелости бы не хватило. Пойдём, короче, отведём. Позвоним туда, позвонишь той бабушке и подождём её, короче. Как будет подходить? Когда она, короче, как будет подходить, я включу шкаф. Вот так вот, сбитой в маске, втроём. Это прям организованная преступность. Вот реально, что вам этот скворечник сделал? Вот, знаете, таких людей, они просто вандалы, им просто весело что-то ломать, что-то крушить. Вот то, что люди построили, то, на чем люди старались. И даже не думали, они даже не могут понять смысла. Вот люди делают что-то со смыслом. А для них смысла понять вообще, блядь, не дано. Потом такие вырастают, становятся преступниками. У меня были на районе, на моём, такие. И это может показаться, пока ты учишься в школе, то, что ты преступник. Да какой преступник? Но, блядь, потом так и происходит, что такие становятся преступниками. И идут сидеть в тюрьму, без приколов. Вот тебе самому не стыдно то, что вот вы таким вообще занимаетесь, а? Ну я это не ломал, корешники. Ну и всё равно, смотри, ломал один, а вы были всей компанией. Получается, отвечают все. Самый старший там ты, как я понял. Здравствуйте. Здравствуйте, ребятки. Здравствуйте, ещё раз. Вон поймали хулигана. Была их там целая толпа. Наши скворечник сломали. Все разбежались. Один вообще биту он сбросил, который ломал. Вот этого поймали, самый старший из них. Ребята, как вам не стыдно? Брать, скворечники. Вы сейчас начинаете этими битами скворечники, а потом за людей возьмётесь. Под воротник людей бить. Вы что делаете? А если вас бить? Ну, на что? Я не знаю, куда он твоя мать смотрит. Она тебя тоже так же воспитывала. Дала биту и сказала, сынок, иди бей. Иди сейчас вот скворечник. Потом что? Зверей начнёте, людей начнёте. Вам больше заняться нечем. Руки негде почесать. Вот заборы. Идите почешите. Или об своей дурной головы. Вы что делаете? Разве можно так делать? Я не знаю, животные, они же не могут за себя постоять. Они тоже голодные ходят. Их тоже, они тоже хочут кушать. Ты же любишь покушать. И сладенькое, и вкусненькое. Мама, дай то, мама, дай сё. Свои эти макдональдсы, химию эти жрать любите. А их кто, а животных кто позаботится? Они бедные сейчас уже, люди и так и с лесовик повыживали. Им больше находиться негде. Они уже к людям идут, идут. У нас в парке уже там лисы люди, говорят, находятся. Приходят уже животные. Если о животных люди не позаботятся, то что будет-то? Кто из вас дальше вырастет? Вы хотите до тюрьмы даже, вот так вот, до разбойничей? Может, пошлите его просто к маме отведем? Пойдем, пойдем поговорим с твоей мамой. Все она скажет, давай звони матери. Далеко живешь? Звони, короче, маме, говори, чтобы она выходила к подъезду. Сейчас мы приведем тебя. Поговорим с твоей мамой. Мерик, да ему, видимо, вообще все равно просто. Если он так возле дома прям заводил. Я не разщупил вас здесь. Да, мир поймали, но что, скворечника взломал. Ну, со своими друзьями. У тебя же их много, таких друзей. Конечно. Групповая. Также начнете нападать на людей групповой. А, говорит, групповой много дает. Если ты сейчас не станешь на путь истинный, что дальше будет? Вместо того, чтобы скворечники вот это все хулиганят. Либо наоборот своим ребятам сказал, пойдемте. Вот у вас здесь тренажерный зал. Вот пойдемте. Покачаемся, побегаем, походим. Вот куда энергию надо взять. Говори маме, чтобы вышла из дома. Маме, говори, чтобы к подъезду выходила. Я сейчас тут... Можешь шуметь на улицу? Я сейчас подойду. Все, давай. Эрик, слушай, это реально вообще жопа. Не, бабушка все правильно говорит, что ты хочешь. Ну, бабушка, да. Она все правильно сказала, все четко. То, что вот он вообще неправильно пускай. Далеко не уходи. Смотрите даже, как он вообще просто... Зачем это делать? Все равно, я не понимаю. Если можно было просто взять самим, например, тоже так же повесить, наоборот, самим же было бы наоборот приятно. Слышь, в наше время, в наше время, молодежь, сама скворечники делала своими руками. Вешали, кормили птиц, зверей кормили. Вот, я понимаю, молодежь. А вы что делаете? Это же вообще ноль реакции. Конечно, зачем? Лучше похулиганить, чем доброе дело сделать. Ну, им, да, им лучше просто похулиганить. Вообще не понимаешь, что ты... Ай, колено уебал. Эрик, не бей его, не надо. А то потом его... Бабушка идет, говорит, он что-то... Он стоит просто вот... Ну, это его дело. Сейчас с его мамой будем просто разговаривать и все. Взяли бы с друзьями, с творечником наделали, нанавесили. Что случилось? Я на бедене гулял, они споречник сломали. Они? Ой, что? Ваш сын с своим другом битый ломали споречник, который повешил бабушку. Первый раз. Второй раз мы засняли это на видео. У нас есть видеозапись, то, что как он ломал. Прям видно, то, что они вместе подходят. Один начинает бить, другие топтают. Он не ломал, говорит. Он ломал. У нас видеозапись есть. То есть, девочки, он стоял рядом, отбитый от нас. Если бы он не ломал. Они все соученики, они собираются, ломают. Я уже два раза... Мы дома с ним поговорим, мы с ним разберемся. Подождите, если бы он не ломал. Я с ним поговорю, мы разберемся. Если бы он не ломал, зачем ваш сын тогда убегал? Зачем? Убегал? Я за ним бежал, и что аж сам упал потом. Видеозаписи для этого есть. Мы можем прямо сейчас... Идем домой, мы разберемся. Не надо нам... Мы разберемся, я с ним поливаюсь. А вы деньги заплатите бабушке? Я с ним говорю, какие деньги заплатите? Причем здесь деньги? За скворечник. Она покупает эти вот... Из-под молока. Мы сделаем и пойдем за скворечник. Пойдем домой, мы разберемся. Не-не-не, куда, подождите. Мы сами разберемся. Я у него телефон как раз для этого и забрал. Это личная собственность. Мне отдайте телефон. Я не отдам вам телефон. Зачем ты телефон отдал? Мне телефон отдать. Я говорю еще раз. Вы не понимаете, я на свои деньги покупала ему телефон. Бабушка тоже покупала, сама делала свои деньги. Это моя собственность. Мне все равно. Телефон мне отдай. Я не отдам. Зачем ты телефон ему отдал? Телефон отдал. Я опять дал, я не отдал. Это не его телефон. Это мой. Телефон мне отдай. Это мой. Мне все равно. Я покупала на свои деньги. Давай, не такой телефон. Ну вам, какое дело вообще? Что вам? Это мой ребенок. Не лезьте, пожалуйста, мой ребенок. Не надо. Мало ребенка били, надо. Мы не бьем ремнем. Она хотела ремнем? Вот и плохо. А мы с детьми разговариваем. Видно, что ты разговариваешь, что он хулиганцем занимается. Мои внуки идеально, они сами скворечники делают, они единые делают. И буду лупить. Надо будет лупить. Мы дома разберемся. В советское время всегда лупили. И таких, где не было детей. Все нормальные были здесь. Все нормально. Разберемся. Да, мы дома поговорим. Дома на руку разберемся. Мы дома говорим. Герри, герри, герри. Не получилось, не получилось. Герри. Я тут просто охуи... Потому что такого ожидать я просто не мог. У бабки, у бабушки оказался шокер. Она его достала и ударила пацана шокером прямо при маме. Дальше все стало еще хуже, чем я рассказывал до. Бабушке стало плохо. Выяснилось, что у нее проблемы с сердцем. И, ребят, случился дед полнейший. Я смотрю, ребята, приключения у вас. Что произошло с бабушкой. Что вот эта вот вся мясорубка, ребят, которая в конце произошла, по-другому никак не назвать в моем телеграм-канале. Это жесть, ребят. Быстрее все переходим и смотрим. Как всегда, с вами не прощаюсь. Подписывайтесь на мой ТГ. Это мой ТГ. Это мой ТГ. ТГ. Кто не подписан, тот просто непонятно. Вы где? Вы в танке. В ТГ, ребят, быстрее. Субтитры сделал DimaTorzok